В этом видео я хочу показать вам очередной классный фокус. Этот фокус реально классный. Те, кто любит фокусы посложнее и покруче, я думаю, этот фокус придется им по душе. Этот фокус придумал мой любимец Эд Марло. И называется он Коллекционеры. Давайте глянем, что это такое. Итак, дорогие друзья, этот фокус называется Коллекционеры. И я вам предлагаю посмотреть, как он выглядит. Итак, для начала я возьму из колоды 4 карты. Эти 4 карты и будут нашими 4 коллекционерами. Сейчас ты их не видишь, но не переживай, я тебя сниму. Обязательно сейчас познакомлю. Итак, 1, 2, 3, 4. 4 коллекционера. Смотри, теперь твоя задача это запомнить 3 карты. Я буду пролистывать колоду постепенно. Ты меня в любой момент останавливаешь и запоминаешь карту. Если вас трое, то каждый может запомнить по одной. Итак, погнали. Я начинал пролистывать. Остановил ты меня здесь, к примеру. Запомнил. Стоп, к примеру, здесь. Запомнил. Ну и стоп, к примеру, здесь. Запомнил. Итак, 3 карты есть. Теперь, как я и обещал, я познакомлю тебя с этими нашими коллекционерами. Кто это такие? Это король черви. Это король крести. Это король пик. И, естественно, король буби. Куда же без него? 4 коллекционера. Это 4 короля. Так, ты хорошо помнишь свою карту, да? Помнишь эту? Хорошо, давай ставим ее в середину колоды. Ставим вторую в середину колоды. И остается у меня последняя твоя карта. Ее я также в середину колоды помещаю. Теперь я возьму 4 наших царьков. И вот так вот брошу наверх. Теперь смотрим, смотрим, смотрим. Волшебное движение. И смотри, пока мы смотрели фокус, 4 коллекционера сколлекционировали 3 карты. Давай посмотрим, что это за карты. Карта номер 1. Карта номер 2. И карта номер 3. Вот такой вот прикольный фокус. Если он тебе понравился, то прямо сейчас подписывайся на канал и ожидай новые классные видео. А мы тем самым, тем самым, тем временем перейдем к обучению этому фокусу. Итак, друзья, давайте посмотрим теперь, как выполняется этот прикольный карточный фокус. Когда я его увидел, я, если честно, охренел. Но когда я узнал секрет, я охренел еще больше, потому что секрет на самом деле простой. И особых заморочек он у вас не вызовет. Потому что здесь нет никаких супертехник, которые надо оттачивать годами. Итак, для начала фокуса мы берем обычную колоду и начинаем ее вот так вот пролистывать в поисках 4 королей. То есть смотрим, смотрим, смотрим. Первый король, второй король, третий король. И четвертый король. Далее мы их вынимаем. Четырех королей. И помещаем наверх. Показываем зрителю, что у нас есть 4 коллекционера. Отсчитываем 4 короля. Никаких брейков здесь ничего не делаем. Просто подравниваем их и убираем пока что в сторону. 4 короля. 4 коллекционера. Далее. Объясняем зрителю. Хорошо, если зрителей 3, чтобы каждый запомнил по одной карте. Потому что одному запомнить сразу 3, ну как-то сложновато. Итак, погнали, да? То есть мы пролистываем колоду стоп. К примеру, зритель нас остановил. Мы показываем ему нижнюю карту, чтобы он ее запомнил, да? Семерка бубновая. И берем ее вот так вот и отбрасываем в сторону. Здесь действительно семерка. Далее. Пролистываем дальше. К примеру, стоп тормознули нас во второй раз. Мы показываем вторую карту. К примеру, это пятерка пик. Мы ее хватаем. Также отбрасываем сюда. И третья карта. К примеру, нам сказали стоп. Вот здесь вот первое важное действие. Нам надо показать вот эту карту. Типа туз пик. Но скинуть вот эту вторую. Поэтому я вам советую. Когда вы пролистываете. И вас тормознули во второй раз. Быстренько вот так вот сделайте зазорчик большой. Показали карту. Подхватили. Быстренько сбросили вот эту третью. Якобы. Вот туз пик должен быть по идее, да? Но здесь дама. Туз пик у нас остается наверху. То есть зритель запомнил эту карту. Но скинули мы вот эту. Так. Еще раз для тех, кто не уловил это действие. Пролистываем. Нам сказали стоп. Мы быстренько раз делаем вот такую вещь. С зазорчиком. Не вот так вот близко. Вам неудобно будет так. А когда вот такое вот расстояние побольше. Вам будет удобно это схватить в руку. И сразу же вот эту верхнюю карту сбросить. А настоящую карту зрителя, которую он запомнил, оставить здесь. Итак, значит, пролистываем. Стоп, сказал нам зритель. Запоминает десятку крести. Мы хватаем и сбрасываем десятку пики. Десятка крести у нас остается здесь наверху. То есть эту часть я помещаю вот сюда наверх. То есть получается карта зрителя, карта зрителя, карта зрителя. Левая карта. Теперь мы говорим, что давайте я вас познакомлю с коллекционерами. Пока вы берете эти карты, начинаете их там постукивать, быстренько делаете вот этот вот брейк на мизинец. Переворачиваем королей на этот брейк. Перевернули, да? То есть у меня сейчас на брейке находятся четыре короля и одна вот эта вот карта. Но под этой картой я беру еще одну карту вот так вот и держу вот таким вот образом. То есть у меня получается такая карта, опять левая карта и четыре короля. Итак, давайте сверим наши позиции. Значит, четыре короля и одна карта на брейке, и еще одну карту я подхватываю. Далее я начинаю показывать, знакомить с этими коллекционерами, да? То есть я показываю короля Буби. Кидаю его также на мизинец, накрываю его второй картой. Он у меня остался внизу сейчас, да? Потом идет первая наша эта карта. Далее я сказал, знаешь, что это король Буби, потом король Пик. Также его накрываю, и в этот момент я вот эту карту отпускаю. То есть получается, что у меня идет одна карта, такая и два короля. Далее у меня идет одна такая карта и два короля. То есть сбросили мы этих двух королей, показываем третьего короля, король черви, и король крести. То есть вот эти карты остаются вот так вот. Первая карта зрителя у меня вот здесь. Мы этих коллекционеров убираем в сторону, да? Здесь у нас остается два короля и одна карта. То есть давайте еще разочек посмотрим. Берем королей. Пока берем, значит, делаем брейк на мизинец. Кидаю королей наверх. Подхватываю еще одну карту. И показываю, что у меня король крестик, король черви, король буби и король пик. На самом деле у меня уже здесь первая запомненная зрителем карта, да? Ну, там была десятка, сейчас дама стала. Вот. Так. Ну, давайте десятку положим, потому что она у нас должна по идее здесь быть. И остается, что верхняя карта опять же левая, и короли здесь вот лежат под этой левой картой. И так. Что мы делаем дальше? Дальше мы показываем, что... Сейчас. Алло, я перезвоню. Так, дальше мы показываем, что... Делаем вот такие вот пролистывания и быстренько на брейк берем две карты. Взяли на брейк две карты. И говорим, что убираем первую карту в середину, да? На самом деле мы карту суем не вот так вот, а чуть-чуть нагибаем. Это прием, тоже придуманный Эдом Марлоу, он называется тильт. То есть я давлю на середину, вылазит вот эта середка. Зрителям создается иллюзия, что я действительно пихаю карту в середину, но она как бы не лезет. Я пробую второй раз, и вот здесь уже я запихиваю ее вот сюда. Под эти две карты. Убираю якобы в середину. Делаю небольшие пролистывания, во время них я опять же беру верхнюю карту, одну на брейк. Беру вторую карту зрителя. Опять сдаю иллюзию, что якобы пихаю ее в серединку. Опять вот таким вот торцом надавливаю сюда, да? У нас лезет карта. Я вот так вот ее убираю в серединочку якобы. Под короля. Под короля. Вот сюда. Над королем. Остается у меня последняя карта. Я беру вот эту верхнюю карту, левую даму, которую никто не запоминал. Показываю, что у меня остается еще одна карта. Убираю ее под все сюда, вот вниз. И вот эту левую, которую никто тоже не запоминал, да? Опять же создаю иллюзию, что запихиваю ее в середину. Надавливаю вот сюда на торец. У нас лезет серединка. Я ее все-таки беру. И на самом деле вот так вот показываю, что убираю в середину. То есть видите, она у меня торчит из середины, и я подравниваю. То есть создается полная иллюзия того, что карта убирается на самом деле в середину. Далее мы берем вот этих коллекционеров. Зритель думает, что здесь четыре короля. На самом деле здесь два короля и одна из карт, которых запоминали. И бросаем наверх. Далее можете сделать там абрукадабру, щелкнуть пальцами. И вот так вот разложить карты. И сказать, что пока мы смотрели фокус, коллекционеры сколлекционировали наши карты. То есть первая карта. Вторая карта. Третья карта. Вот такой вот интересный прикольный фокус. Я думаю, что он вам понравится. И как видите, сложностей никаких он не вызывает. Если понравилось видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. И ждите новые фокусы от моряка. Счастливо! Смотрите продолжение в следующей серии. Пока. Смотрите продолжение в следующей серии.